Итак, всем привет, мы продолжаем проходить игрушку Wario 44 Ultimate, да, наконец-то мы ее продолжаем проходить, у нас восьмая глава и первая миссия восьмой главы, в общем, восьмая глава, она тоже коротенькая, как и седьмая, но в ней всего три миссии сюжетных, и на этом конец, кстати говоря, да, всего три серии осталось до конца, а первая серия у нас битва против Тамама. Наши герои спаслись, ну, в смысле, прибыли из мистической реальности, разрулили там все проблемы, Небесный Император дал им зеркало неповрежденное, с помощью этого зеркала они надеются в Тамама пленить, соответственно, вот они ее вроде как нашли, говорят, что рядом с замком Вен она была замечена, И, собственно, Тадакатсу Хонда со товарищами взяли ноги в руки и побежали, как говорится. Вот он, это самое, они уверены в своей победе, что мастер Фуси их проинструктировал, как говорится, найдете Тамама, набейте ей все, что можно набить, а потом заставьте ее посмотреть в зеркало, при этом сфокусируйте свою волю и все такое, ну, короче, как обычно, да? Типа, собери волю в кулак, ты можешь, представь, что ложка гнется. Сейчас согнем ложечку. Ну, сначала ее надо найти, понятное дело, что она вроде как здесь замечена, но, как бы, ее тут нет. Ее надо выманить. Здесь уже конкретно логика дает сбой у сценаристов. Я вообще так понимаю, что вот эти вот дополнительные главы, которые были выпущены потом, уже после релиза обычной версии Warrior Search'а, в третьей части, там уже всего 4 было главы в оригинальной этой игре, а вот эти вот... Пятая, шестая, седьмая и восьмая главы, они были уже выпущены потом в специальном издании. Я так понимаю, что эти главы были уже, как бы, наработки на четвертую часть. И далеко не все вошло в оригинальную вот эту вот версию Ultimate. То есть, для четвертой главы, для четвертой части здесь маловато миссий. И, конечно же, прорехи. Видны прям прорехи сюжета во всей этой истории Стамама. Короче, они, наверное, хотели делать четвертую часть, а потом боссы им сказали, а давайте-ка вы завяжете уже эту Санта-Барбару и начнете делать что-нибудь другое, что людям нравится. Потому что игра-то получила очень низкие оценки. Оригинальный Warrior Soul 4, третья часть. Поэтому, собственно, вот так вот тоже меня слепили из того, что было. В общем, сейчас увидим все, что тут происходит. А происходит у нас следующее. Мы штурмуем замок Вэм. Который закрыт. Внутри враги под предводительством Людьбу. И тут мы еще нашли Неджу, который сражается в ворот этого замка. Тоже хочет попасть внутрь. Очевидно. Ну и пока мы тут разбираемся, ничего ж, в общем-то, не происходит. Включим синеву, чтобы был повеселее. Включим синеву, чтобы был повеселее. Так, вот теперь нам открыли мостик. Опустили, вернее, мостик. Мы теперь вплотную к замку. Подходим. Неджи остается там. А нет, вот он прибыл вместе с нами. Да, я не могу. Я не могу. Я не могу. Короче, инфа просочилась, что Людьбу не настоящий. Что это обманка именно Тамама. Поэтому Неджи пришел, поскольку был типа неподалеку. Дабы этого самого ложного Людьбу уничтожить. Ну и наши, собственно, друзья тоже. Конечно же, хотят уничтожить обманку Тамама, чтобы выманить саму Тамама. Да, здесь надо, кстати, еще одного. Пропустил я одного товарища позади. Надо вернуться. Навалять этому товарищу. А, да тут двое. Это 10. Ну-ка, Тадакатсу покажи, как ты могешь. Это, конечно, не режим секатора, но очень плохой. Не, очень плохой. Он вообще мощный перс. А он всегда был мощным. Он такой, этот, аналог Людьбу из самураев. А вот теперь можно заняться друзьями, которые у нас на северо-западе находятся, трое. Так что внутрь замка нас не пустят. Людьбу как бы не хочет двери открывать. Вы, как будто взрослые. Уі, не умеет. Людь бафе! Они не ласли, другим. Довольно. Я ж не муну. Так что всё это, они живут в поле. Попустиму. Миссарыannah швачат. Миссарын и7хэкламидах. Людьбу обманул. Попустима все, кто находится в этом самом замке. А если не해요. А я не хочу. А я не хочу. Именно у нас на слабочке. Это и Клюеву подговорил И они думают, что это мы Как бы Отражение, да? Как бы вот Даже не знаю, как это объяснить Короче, они думают, что мы Это не мы Глупое объяснение Глупой ситуации, это называется Ну и что, вот тут вот Я протупил На этом самом моменте То есть мне тут игра написала Что надо бы доказать свою силу Я не сразу понял, каким образом На самом деле надо было стоять На том месте, где Светится сейчас зелененьким И просто отражать Волны противников, которые будут Бежать на себя А я тут бегал, тыкался Думал, вдруг Если постучу, вдруг Лейбу откроет Но Лейбу не открыл Но Лейбу не открыл Так, вот я побежал Так, вот я побежал Думал, вдруг там что-нибудь Открылось На самом деле Ну реально Я не совсем понял Что надо было делать А все было просто Стой и бей Стоковых юнитов Отражай все волны Я даже тут задумался Думаю Кого мне надо убить Отражай все волны Вот мы стоим Вот мы стоим Так, вот пошла какая-то движуха Враги хотят открыть двери И тут в замок проник Посланник от Лисюня Который доставляет письмо Сейчас доставит письмо Хозяину этой крепости Собственно Лейбу ты не хозяин Он просто там сидит В голове обороны Вот как раз таки Ченгонгу Ченгону В котором в этом письме Было написано Что Лейбу это фейк Короче Лейбу не настоящий Ченгон не совсем поверил В это дело Он говорит Верить-то я конечно же не верю Но проверить не мешает И пошел проверять Опять мы ждем И ждем Когда что-нибудь произойдет И вот Ченгон Спрашивает у Лейбу Лейбу А ты знаешь Что там у порога Стоит Неджер Не хочешь с ним сразиться На что Лейбу говорит Нет я не трачу свое время На таких слабаков Ченгон говорит Странно А в последней битве Как будто прям был одержим Идеей сразиться с Неджей На что Лейбу Вежливо Очень вежливо Попросил его заглохнуть Нафиг Ну и Ченгон тут понял Что Лейбу Ни хрена не Лейбу Потому что Я не помню Чтобы Лейбу Просто так вот Отказывался от битвы Отсиживался в крепости И напал на Лейбу Но при этом еще и открыл ворота Соответственно мы сейчас можем Посражаться С Лейбушником Так ну тут он Тогда Катсу очень радуется Наконец Год Я могу сразиться С Лейбу Ну и мы быстренько Его одолели Синевой И тут прибыла Наконец-то Тамама Я год Слышу тут Хаос Разрушения Крики Умирающих Это музыка Год Для моих ушей Я не могла Оставаться в стране Пришла посмотреть А что тут происходит Вообще Ну и тут Лишу не радуется Аааа Вот ты И ты И то мама Мы тебя И мы искали Включаем Включаем И туда Катсу Режим Секатора Он сейчас Со всеми разберется По-быренькому Секрет Требет Требет Ну вот, к Тамамке пришел закономерный конец. Быстрее! Зеркало! Понял. Глупцы. Я не тот дух, который может быть так легко пленен. И тут начинается самое интересное. Тамама показывает свой истинный облик. А это никто иной, как Кьюби. Почему иной? Потому что дух. Он не имеет пола. Я это запомню, людишки. Когда-нибудь вы почувствуете, почувствуете мой гнев, как говорится, и убежала. И они все такие встали. Немая сцена. Каковы... Каковы... Происходят. Ну и тут как бы типа того, что они наконец начинают догадываться, откуда у Тамама вообще такая власть. Что это на самом деле никакая не Тамама, а замаскированный Кьюби. Ну... Кто вообще Наруто смотрел, те знают, кто такой Кьюби. И вот в этой игре он представлен в образе женского персонажа. Ну потому что у Кьюби, как и у духа, нет пола. То есть в Наруто он представлен как лис девятихвостый. Действительно, как лис с девятью хвостами. Но это от них не значит, что он так выглядит. У него может быть совершенно разные облики. Вот такая вот... Такой вот нежданчик в натуре. Сам великий Кьюби в игре появился. Ну, а что будет дальше, можно узнаем уже совсем скоро. Постараюсь я очень быстро выложить недостающие серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.